И Сына, и Святаго Духа, гордый Бог противится, а смиренный дает благодать, учит нас вопрос приятный. А почему же нам нельзя хотя бы как-нибудь отметить свои достижения, как-нибудь пограбить за тем, что мы достигли чего-то в жизни своей семьей, профессии, где-то так не было. На этот вопрос отвечает нам преподобный ангелесичник, когда он говорит, что гордость есть отвержение Бога, бесовское изобретение, презрение человека, матерь осуждения, знак бесходия души, отгнание помощи Божьей, виновница падений, источник гнева, двери, лицемерия, грехов хранилища, причина немилосердия, неверие, сострадание и противница Бога. Если в этом не заключается гордыня, так мы должны избегать как можно дальше и больше. Ясно и понятно, почему фарисей утерял все то, что он должен был получить, в смысле награды, за его, в общем-то, добрые дела. Он ходил в церковь, молился, давал десятину того, что он превратал другим, постился, как полагалось, но возгордивши, все это он утерял. И утерял не только эту награду, но вообще и утерял здравый смысл, разум. Почему? Потому что он начал себя ставить выше других людей и даже повернулся к этому человеку, которого он вообще не знал, и начали его осуждать. Благодарю тебя, Господи, я не такой, как вот этот человек, который стоит тут. Безумное явление, невероятное явление, вот это мы безумно. Увы, и это продолжается и по сей день, и у нас самих, и в окружающих нас нет. Потому что, когда мы осуждаем другого человека, мы ставим себя решением, мы ставим себя судьями над ними. А кто дал нам такую власть? Кто дал нам такой авторитет? Один Бог судит справедливо, и мы все судим и будем. Вот почему Господь и говорил нам, чтобы нам, осуждаемыми не быть, чтобы нам не судить других. И если нет у нас гордыни, тогда и мысли об этом и не может быть. Вот почему. Так хвалится смирение. Смирение является основой вообще всего нашей духовной жизни, нашего самопонимания, то, значит, понимание того, что все мы грешны, как и Бог. Никто из нас не достоин Его милости, Его прощения, Его любви. Но если у нас нет смирения, мы этого не видим. Мы видим собственной грехотности. И начинаем сходить правду во всем. И вот в чем заключается вот именно это безумие. К сожалению, и в современном мире. Особенно, так называемом, в размещенном 21 веке, где умственно много чего. Мы из школы, свои учреждения, в медицине, в других областях. На самом деле Господь любит нас такими великими изобретениями. Но с другой стороны, как всякий хороший врач, или хороший адвокат, или хороший адвокат, человек понимает, что чем больше мы понимаем людей в жизни, свои дела земные, тем больше мы понимаем, что мы еще не знаем и не понимаем. И те, кто действительно понимают правильность мира сего, понимают, что все это действительно Бога. Интересно, что недавно читал книгу одного генетициста, ленивого ученого, который был начальником большого проекта, вообще узнавать точно сколько денег у человека, что они делают. Великое дело. И в конце этого исследования, что взялось сколько-то лет, Он встал при всеми и сказал, это невозможно, что это случилось случайно. Это не доказательство бытия Божьим. Потому что Божья рука только лишь могла бы руководить такими невероятными совершенствами, которые мы находили в этом исследовании. И так просвещенный мир, если понимает, откуда все это происходит, и Господь их просвещает. Братья и сестры, скоро начинается великий пост. И вот, по-моему, Господь Иоанна предлагает в эти предварительные недели вот эти важные воспоминания о том, что мы должны опять не смотреть на свою жизнь именно, как мы знаем, не отмечать то, что мы изобрели, то, что мы достигли в этой жизни, а того, чего еще не хватает в духовной нашей жизни. самопонимание своей греховности, своего недостоинства. И этим самым, не только мы обретаем свое спасение мной и вечное, вокруг нас просвещаются люди, потому что, опять-таки, тот, который принимает этот мирный дух, действительно вокруг его отлично спасается, как говорит преподолбец Графии. И милостив Господь, кто услышит наши матерева молитвы, это не поводь, что мы прийти, что и нам приобрести эту благодатью благословую благословую Господу. Мы живем в отличие от времени, и я find просто в результате experiences how never to doubt the power of prayer. How, looking at the events surrounding me, more and more I see a demonstration of God's providence and an answer to those prayers which have been good before Him for so very long in certain cases. We prayed last weekend that God will end this drought and allow rain to fall on the earth and nothing but that has been happening all week long. Glory be to God for that message and that our prayers were heard. I was watching the other night the opening ceremonies of the winter living games in Sochi, in Russia. First time in 34 years that these worldwide events are taking place in the territory of Russia and I watched how the people there presented their history, their culture, their faith unabashedly before the entire world and looking upon this and of course understanding the other things that have been going on there I realized indeed, glory be to God, the Soviet Union is finally gone because I grew up as some of you must have been abroad. I grew up with the understanding that we were the good guys and Moscow was the bad guys that we prayed to the holy new martyrs of Russia who began to be glorified that through their prayers through their sacrifice through their blood that God would cleanse the sin of a people of a nation and overturn the most hideous government that ever scourged the earth and in the year 1992 when the holy church abroad glorified the new waters of Russia word came from beyond the iron curtain how people rejoiced through our Russia in the knowledge of these saints and finally they were acknowledged formally not that there was any doubt of their sanctity but that they were acknowledged publicly formally and that the world could see that we the Russian nation wherever we may be in our homeland or abroad prayed to almighty God and through the prayers of these new hearts of Russia that in fact a change could come and again as a child saying these prayers learning them and then later on as a young priest praying them through the divine liturgy sinfully I began to wonder if ever God would hear that prayer and yet less than 10 years after that glorification is horrible that Behiveth collapsed under its own weight yes birth out of the ashes rebirth out of the ashes is not an easy thing and indeed our homeland has gone through very difficult turmoil these last 20 or so years and yet to hear that the president of the nation doesn't really say God bless Russia because it's a good political thing to say but actually goes to church has his confessions heard and receives holy communion that he collaborates with the Holy Church with the Patriarch and has established the nation upon a moral foundation the nation is moving forward in every sense of the word and freedom is abounding especially within the church where it continues to flourish glory be to God that he heard our prayers and answered them we heard it today's epistle the apostle the apostle tells us that anyone who wishes to live righteously will be persecuted indeed Russia before the revolution of 1917 was indeed the third Rome it was indeed a continuation of Byzantium and its most holy state Russia was known not as a nation politically speaking but as holy Russia because indeed it was a nation built on the foundation of spirituality and faith and indeed the persecution that it suffered through is unlike any other in history it had and even now as we see our nation trying to rebuild and reestablish itself along the lines of orthodox theology morality indecency it too is being persecuted and ironically by the free wise and this is the problem we face today that we live in a world which is going away from the very very spirituality that our homeland is striving toward that we when we first came here to America 50, 60, 70 years ago strode for ourselves but unfortunately the spirituality of this world is very different and so indeed we must continue to pray we must continue to ask these intercessors whose blood was spilled to cleanse the sins of a nation to now to cleanse the sins of a world and try to guard our once again favor with our heavenly father that he might enlighten all of us that he might forgive all of our sins and establish the entire world on a path of righteousness so that all may come to the knowledge of the truth and be saved and needed I bugs too but if you also to do I'll take it I'll take it I'll take it